Лига Англии и Испании 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 Посмотрим, удастся ли это Лестеру, а я ставлю на победу команды в фиолетовых футболках со счетом плюс 2 мяча. Вестхем Сток Сити, друзья, ключевая игра 20-го тура. Почему ключевая? Потому что команда Вестхем находится на третьей позиции, имеет в активе 40 очков. В Сток Сити 44 очка, первая позиция. И Валенсия второе место, 42 очка имеет в своем активе. Так вот, в случае, если же Вестхем сможет обыграть Сток Сити, то тогда Валенсия выйдет на первое место во всем турнире, Англии и Испании. И в игре 20-го тура будет очень многое решаться. В случае, если Сток Сити обыграет Вестхем, что в принципе, знаете, тут вообще очень тяжело какие-то прогнозы давать. Потому что что одно, что другое команда. И сбор хороший, игроки хорошие. И чем ближе к финальным матчам, тем интереснее интрига, тем нарастает это напряжение. Приятное напряжение, я надеюсь. Мы проследим, что все проходило в рамках правил игры. Конкретно касательно этой игры, можем сказать, что зависит от того, приедет ли Сало. Зависит от того, соберет ли Вестхем Сухоцкого и всех своих исполнителей. Я, в принципе, думаю, что будет очень интересная игра. Советую всем приехать, посмотреть и поддержать своих любимчиков. Без прогнозов. Главное, чтобы не ничья. И ждем, ожидаем хорошего, качественного футбола, которого, я уверен, продемонстрируют нам наши команды. Реал-соседатт-атлетик Бильбао. Коллектив непростой. Я говорю сейчас как раз о хозяевах. Коллектив хороший, коллектив сыгранный, уже сыгранный. Видите, я уже даже не говорю, что это дубль Венуса. Почему? Потому что ребята, на самом деле, очень так, сначала с дубля, да, уже окрепли, отделились и могут сами противостоять всем серьезным соперникам. В игре с отлетик Бильбао будет им непросто. Почему? Потому что Граната сейчас очень, в принципе, так, на... Чуть-чуть и не хватило того, чтобы пережать все-таки Бетис и добыть хотя бы ничью, а в идеале 3 очка. Поэтому с отлетик Бильбао все может случиться. И я верю в команду Атлети Бильбао и ставлю на ее победу с разницей в плюс один мяч. Реал-Бетис, Арсенал. Две команды, которые находятся, ну да, немножко на разных позициях в турнирной таблице. В то же время по уровню игры я считаю лично, что Арсенал усиленный Фиорентине равно, в принципе, где-то Реал-Бетис, с которым приезжают все самые высококлассные исполнители. Что, собственно, будет происходить на футбольном поле? Предсказать не берусь, но думаю, что в этой игре сможет одержать победу команда Реал-Бетис, потому что они будут более мотивированы. Им нужно выходить с зоны нижних мест, потому что я, в принципе, считаю, что ребята очень достойно могут выступать, когда захотят, когда соберут полный сбор. И игра с Арсенала может показать им, что стоит как-то замахиваться и на высокие места в турнирной таблице. Ставим на победу Реал-Бетис со счетом плюс два мяча. Ну и, друзья, завершающая игра 19-го тура. Малерка примет Blackburn-Rowers. Blackburn, который, ну нельзя сказать, что сильно по них. В принципе, ребята не ставили каких-то сверхъестественных задач. Вот в этих играх. Почему? Потому что находится сейчас, к сожалению, на седьмом месте. Но в будущем, я уверен, что с таким сбором, с такой игрой, в принципе, можно замахнуться на то, чтобы поучаствовать в следующем сезоне через сезон в Лиге Чемпионов. Ну или путем того, чтобы играть кубок, попасть в плей-офф и тоже, в принципе, это сделать. Кстати, они борьбу в кубке продолжают. Так вот, что касается Малерки Blackburn-Rowers. Думаю, что Киселев и Якименко дадут подзатыльники своим коллегам. И в целом команда будет выступать намного лучше, чем в прошлом туре с Ливерпулем. Ставим на победу команды Blackburn-Rowers со счетом плюс 4 мяча. Друзья, на этом все. 19-й тур нас ждет уже не за горами. Я напоминаю, что 12 мая мы играем кубок 1-8 финала, в которой встретятся между собой 16 команд-участниц. И 18-19 мая, собственно, пройдет тур, о котором мы с вами только что говорили и его анонсировали. Поддержьте всех любимчиков. Самая интересная развязка впереди. Поэтому приходите на стадион и получайте хорошие эмоции от просмотра нашего высококачественного футбола. Всего доброго, остайтесь сайфом.